Николу Пашиняну удалось расколоть общество до последней ячейки, сейчас начались разделения на пророссийских и русофобов, цена которых может быть в виде потери государства, Андроник Теваньян. Директор исследовательского института политэкономии Андроник Теваньян сделал пост на своей странице в Facebook, в котором говорится. Николу Пашиняну удалось расколоть наше общество до последней ячейки, по цветам, на черных и белых, по политическим взглядам, на революционеров и контрреволюционеров, по настроению, на восторженных и разочарованных, по периодам, на нынешних и прежних, по платежам и лояльности, на олигархов и собственников. Есть еще стандарты, по которым премьер-министр народа раскалывает, делит и делает людей враждебными. Сейчас начались разделения на пророссийских и русофобов, цену за которые мы можем заплатить в виде потери государства. Для нашей страны крайне опасно выводить внутриполитическую борьбу на поле внешних ориентиров. Примеры Грузии и Украины у нас у всех перед глазами. Военно-патриотические выступления на тему суверенитета и антироссийская иррациональная пропаганда практически означают играть в пользу Турции. Все те, кто утверждает, что у Армении есть альтернатива ОДКБ в плане безопасности, что российская военная база должна быть выведена из Гюмри, что суверенитет Армении должен быть отделен от России, являются либо политически невменяемыми, либо турецкими агентами. Я склонен ко второй версии. Турецко-азербайджанская пара представляет угрозу нашей национальной безопасности, и мы не должны повторять предыдущие ошибки. Тем более, не стоит как жертвенный ягненок попадать в пасть волка. Особенно, когда волк ждет подходящей возможности и создал огромную пятую колонну в Армении, чтобы создать такую возможность. Николу Пашиняну удалось расколоть общество до последней ячейки, сейчас начались разделения на пророссийских и русофобов, цена которых может быть в виде потери государства, Андроник Теваниан.